С каждым годом в республике становится все меньше сирот. По состоянию на 1 мая в Чувашии почти 1800 семей взяли на воспитание детей. Чтобы таким семьям было легче находить единомышленников и обмениваться опытом, проводятся различные фестивали, акции и конкурсы. С победителями регионального этапа конкурса «Успешная семья» при Волжье встретился глава республики Олег Николаев. В Чебоксарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с утра каникулярное настроение, веселые игры, песни и танцы. Глава республики Олег Николаев ознакомился с деятельностью социально-реабилитационного центра. Психолог Роман Казначеев, работающий здесь, предпочитает путешествовать с детьми. В походе мальчики должны чувствовать себя как настоящие мужчины, говорит он. Они учатся и палатки ставить, и костер разводить. Дети в таких ситуациях в лесу, вдалеке от проблемы, трудностей, раскрываются и распрепощаются. Ну и ко всему прочему, после каждого похода, когда мы собираемся, мы убираем за собой тот участок, на котором находились. Возможно, все охватываем как можно больше пространства, чтобы убрать беспорядок. К сожалению, такое в наших местах, в наших лесах присутствует. В этой комнате молодые журналисты оттачивают свое мастерство. Юные акулы-пирас спросили у руководителей республики, какую тему он осветил в числе первых, если бы был блогером. Вот знаете, если бы я вернулся в свои годы, когда мне было там лет 10, я бы, конечно, сразу сказал бы космонавтику. Потому что в то время была космонавтика вообще популярной темой. Но сейчас уже, когда много где поработал и соответствующим образом попробовал себя в разных сферах, Наверное, все-таки интересна, знаете, вот как раз тема семейных отношений и вопросы личностного развития. Рядом маленькие кулинары угостили главу республики печеньем, которые испекли сами. Дружба сильные оружия, главные оружия на земле. На улице мира, на мире тревога. Здесь же, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, собрались победители конкурса «Успешная семья при Волжье». В дружной семье Львовых из Чебоксар воспитывается 9 детей, 5 – усыновленные. Именно эта семья будет защищать честь Чувашии в финале соревнований. Мы участвуем, даже сказать сложно, но когда нам предлагают, мы всегда соглашаемся. Когда готовимся, так интересно начинается все, все так трудно, а потом, когда самый главный, конечный результат, приходим и как-то случайно, абсолютно случайно побеждаем иногда. В семье Михайловых из Янтиковского района тот же 9 детей, из них 8 – усыновленные. Они стали победителями в номинации «Самая дружная семья». Спортивная семья Алжейкиных воспитывает 12 детей. Мама и папа говорят, что, несмотря на 8 усыновлений, у нас нет чужих детей. Все свои. Я считаю, что дети – это наши учителя. Хотя я сама по профессии – педагог, но они – наши учителя, самые лучшие учителя. От них мы учимся психологической гибкости, потому что дети разные бывают. Учимся любить, творить, радоваться жизни, ну и быть счастливыми, наверное, да, потому что дети приносят счастье, я так думаю. Глава Чуваши поблагодарил всех тех, кто заботится о детях, оставшихся без попечения родителей. И подчеркнул, что республика и дальше продолжит помогать многодетным семьям. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика.